Асовер Черри Тига 8 появился всего год назад, а уже готов его усовершенствованный вариант. Встречайте, версию PRO. Автомобиль немного изменился в габаритах. Он длиннее Тига 8 на 22 миллиметра и при этом получил более изысканное внешнее оформление. Радиаторная решётка теперь выполнена в новой стилистике. Обновились и фары. Они полностью светодиодные. В базовом исполнении автомобиль стоит 1 миллион 999 тысяч 900 рублей. У нас на тесте экземпляр в максимальной комплектации, что, кстати, ненамного дороже. Основные соперники – Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Skoda, Kodiaq. Правда, они предлагаются с трансмиссией 4х4, в то время как Черри исключительно с передним приводом. Одно из главных достоинств модели – то, что уже в базовую комплектацию входят три ряда сидений. Проверим, как там на Камчатке. Сзади рослому пассажиру тесновато, но детям будет самый раз. Второй ряд куда гостеприимнее. И места предостаточно, и сиденья со спинками регулируются. Спереди у них так и вовсе электрорегулировки. Интерьер оформлен с шиком. По последней моде здесь установлена виртуальная панель приборов, а на центральной консоли аж два экрана. Качеству сборки нареканий нет, равно как и к отделке. Tiggo 8 Pro снабжается исключительно турбомоторами. Интересный факт. В базовой комплектации идёт двухлитровый двигатель. А вот у богатых версий рабочий объём ниже 1,6 литра, но зато с непосредственно впрыском. Мощность 186 лошадиных сил. Крутящий момент 275 ньютон-метров. Агрегат Chery разрабатывал в партнёрстве со специалистами из австрийской инжиниринговой компании AVL. Важное преимущество – возможность заправлять 92-м бензином. С места до сотни автомобиль ускоряется за 9 секунд. Роботизированная семиступенчатая трансмиссия с двумя сцеплениями радует быстрыми и мягкими переключениями. Расход топлива в смешанном цикле не превышает 7 литров на сотню. Шумоизоляция на уровне. Мотор гудит размеренно. А гула от дороги и навигающего ветра практически не слышно. А вот настройки подвески весьма специфичные. Неровности дороги ощутимы. На хорошем же асфальте этот кроссовер управляется надёжно. А вот отправляться с моноприводом и клиренсом 190 мм на серьёзное бездорожье я бы не советовал. У Тига 8 Pro приятный салон, богатая комплектация и шустрый двигатель. Дело за малым. Сделать подвеску чуть мягче и со временем внедрить полный привод.